Заслуженное наказание понесли более ста жителей Иркутской области. Все они на этих выходных разводили костры и жгли сухую траву. И это несмотря ни на профилактические рейды спасателей, ни на постоянные предупреждения в СМИ. Возможные последствия любого костра нам достоверно известны пылающая тайга и десятки сгоревших домов. Тему продолжит Ангелина Селина. Таким огненным закатом любоваться страшно. Пламя уничтожает дворы жителей Устилимска. В огне оказалось более 150 квадратных метров дворовой территории. Эти кадры – все, что осталось от нескольких бань, сараев и одного жилого дома. Сотрудники МЧС тушили возгорание несколько часов. К счастью, обошлось без пострадавших. А так спасали жилые дома в Усть-Куте. Бараки горели в городе два дня подряд. Причины пожаров еще устанавливаются. В качестве главной версии рассматривается поджог. Всего за выходные на территории региона произошло 36 техногенных пожаров. Люди продолжают нарушать противопожарный режим, не страшат их и последствия. Ярким примером которых стала сгоревшая в конце апреля деревня Бубновка Киринского района. Порядка 100 правонарушителей было установлено вот в эти праздники. Всего с начала пожароопасного сезона уже установлено более 200 правонарушителей, которыми были допущены противоправные действия, связанные с сжиганием сухой растительности на территории Иркутской области. Несмотря на то, что из-за высокого класса пожароопасности запрещено сжигать траву, люди продолжают таким образом очищать свои поля. Как результат, 72 очага возгорания в лесах региона только за эти праздничные дни. Накануне бороться с огнем пришлось и в Братском районе. Это место вообще можно назвать самым пожароопасным в регионе. Один очаг не ликвидирован до сих пор. Горят леса в Сжигалово, Качуге и Усть-Удинском лесничестве. Ситуацию усугубляет сильный ветер. И везде причина пожаров до боли знакома. Человеческий фактор. За минувшие выходные лишь одно возгорание произошло из-за удара молнии. Стоит отметить, что все пожары в основном возникали вдоль федеральной трассы, которая у нас расположена, идет Москва-Владивосток. Вдоль этой трассы расположено большое количество полей. И население в основном живет как раз вдоль дороги. К счастью, ни одного перехода лесных пожаров на населенные пункты не было зарегистрировано. Только с начала пожароопасного сезона в регионе выгорело более 30 тысяч гектаров леса. Сотнями исчисляется количество сгоревших домов. Учитывая, что в ближайшие дни в Иркутскую область вернется тепло, всем нам стоит наконец прислушаться к призывам специалистов. Не разводить костры и не жечь траву. Ведь любая спичка может обойтись слишком дорого. Ангелина Селина, Михаил Глызин. Новости по будням. Продолжение следует...